Пожалею, что когда представлял Алекса Шнейдера, не сказал, что он даже теоретик в изобретательстве. То есть он изобретатель и с теоретическим подходом. Во-первых, во-вторых, что он много лет проработал в институте ПИПа и там научился заниматься вакцинами. Если я это правильно сказал, то, наверное, почти правильно. Есть вопросы? Пожалуйста. Если есть батарея без проработка, то онкология обычно это батарея без проработка. То есть можно на какое-то время потушить. Вот я видел ваши данные. Там все измерено в днях. Не в днях, но в месяцах, неделях, но не в днях. В днях ты ничего измерить не буду. У мышей это больше измерить в днях. А что будет позднее? Знаете, у меня есть для вас новость и много ранга о дэрд. Соответственно, в долгосрочной перспективе мы никто не бессмертный. Если касается мышей, то есть некие стандартные модели, которым ты следуешь. Ну, например, если какая-то глюисланговая цинема, это то, что называется гастированная модель. Ты даешь, и на 21-й день ты должен забить и посмотреть не только размеры первичного опухоли, но и количество метастаз в легких. Значит, в Штатах ситуация более жесткая, чем, например, в России, потому что здесь есть такие враги человечества, как борцы за правом ушей или крыс, которые требуют, чтобы ты убивал их и водных, когда их объем опухоли станет больше какой-то из гуманного соображения. Значит, в принципе, если ты это не делаешь, то лаборатория заходит в чертную мать. В России этого кретинизма, к счастью, меньше. Этого кретинизма меньше, поэтому там, например, то, что показалось по увеличению продолжительности жизни, в Штатах такой эксперимент был бы сделать юридически невозможно. Борцы за права мыши и крыс не учредили бы такой протокол. Но, в принципе, тут есть, смотрите, есть разные модели. Есть разные модели. Есть модели так называемых переливаемых опухолей. Они по определению окрасивны. И ты подбираешь такой титр, такое количество подсахарных клеток, чтобы получать ответы относительно быстро. Есть эти называемые модели мышей геномодифицированные, где ломаются те или иные, например, противораковые геномодифицированные. Когда, например, возникает опухоль в среднем, через полгода жизни, и дальше процесс идет очень долгий, и там ты можешь длинные эффекты засекать. Но, понимаете, все должно соответствовать целеполаганию. Если, например, ты берешь какие-то модели, где продолжительность эксперимента у тебя год, полтора, а то и два, то сколько таких прикидочных экспериментов ты за свою коровскую жизнь можешь сделать, да? Поэтому вот на собаках ситуация была такая. Вообще, если у овчарки, ну не только у овчарки, а еще у собаки, рак молочной железы, ее прооперировали, то ветеринар потирает руки, потому что через восемь месяцев в среднем пациент вернется назад. Ну, вот у нас никогда не было с чем-то с ним. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот я правильно понял, что на самом деле П-62 запатентована Сколкова? Абсолютно нет. Да? Нет, литературу они как приводят, что это Сколковская разработка, я поэтому... Ну, смотрите, значит, первое, запатентовать ген как таковой юридически нельзя. Значит, и это правильно. Второе, ты можешь запатентовать композицию, в который ген будет включен, например, две недели назад в Соединенные Штаты Америки выдали мне патент, ну не мне лично, а наша компания Киеверлэк, значит, года три у нас было хоровое исполнение песни Высоцкого, кроме недобития никаких чудес, но, соответственно, наконец человеческий гений победил, они таки выдали патент на композицию, где векторы кодирующие по П-62 плюс химиотерапия, что ты, да, можешь патентовать, хотя под конец Обама, в общем, попытался закрыть методы применения, потому что просто ген запатентовать нельзя, ген создан Богом, природой, да, от того, что ты его антиквинировал, ну и что, значит, антиквинировать его может сегодня и обезьяна. Значит, ты можешь запатентовать метод применения, ты можешь запатентовать композицию, включающую это. Теперь, у нас есть американская компания, называется Curl of Ancology. У нас есть американская компания, называется Curl of Ancology. Теперь, у этой Curl of Ancology есть российская точка, которая зарегистрирована в сконку, называется S.R. Ancology. И в это самое S.R. Ancology переданы эксклюзивные права на территорию Российской Федерации. Надо сказать, что при том, что сейчас патенты нам выдают более-менее эффектным домино все больше и больше стран, и Сингапур, и Австралия, и Штаты, и Япония сейчас, и Европа, и все. Первыми, кто выдают нам патенты, тем не менее, была Россия. В этом плане, в чем-то, к великому моему удивлению, до тех пор, как ты не лезешь в какие-нибудь нефти, газы, никеля и куча, занимаешься чем-то скучным, например, в регулярной биологии, никто нас не обижал, никто на палки в колеса не вставлял, никто нас не дискриминировал, Россия успел вводить патент даже до Сингапура. Вторым был Сингапур, а все остальные уже шли потом, потому что Сингапур жутко эффективен. Оно принадлежит не Сколково, а эксклюзивные права на территорию Российской Федерации принадлежат нашему Сингапурскому сабсидию. Сразу предупреждаю вопрос, который мы все время задаем. Не боюсь ли я, что у меня наша Сингапурская сабсидия у меня отнимут и права Российскую Федерацию соберут. Пока что никаких актов агрессии, ни в молодости, ни в молодости моих сотрудников, ни в совершенстве, никто нас не обижает. Спасибо. Как Вы оценивали и, может быть, измеряли состояние иммунной системы? Значит, ответ состоит из двух кусков. Первое, что мы в этой грязи недостаточно много и недостаточно глубоко, по одной простой причине денег не было особо, и мы делали только то, что больше соответствовало требованиям продакт-девелопмента, чем моему личному научному интересу, если не очень подбавлено, чем латинакт. Тем не менее, что мы смотрели? Значит, иммунитет состоит из двух бренчей, adaptive immunity и innate immunity, значит, по-русски это называется адаптивный иммунитет, врожденный иммунитет. Adaptive immunity состоит из двух бренчей, B-пречный иммунитет и T-пречный. B-пречный иммунитет мы смотрели просто по возникновению антитела, и видели, что вот возникают антитела КП-62. При этом возникновение этих антител абсолютно не означает, что эти антитела хоть как-то играли трой в реальной защите. Что касается T-пречного иммунитета, который, если играет трой, то тогда я думаю, что играет скорее он. Есть методы, как называются они, спорция, тело и так далее. Мы чуть-чуть это потрогали, особо глубоко не влезли, особо глубоко не влезли. Также мы делали эксперименты, которые пока не опубликовывали, они у нас еще лежат в заказнике. Когда ты берешь мышей, ты им даешь, ну, например, раковые трепки, дальше выделяешь из них термоциты, дальше есть мыши, которым ты даешь эту же раковую опухоль, плюс-минус эти самые выделенные термоциты. Или ты можешь давать первым мышам не раковые трепки, а свой антиген и выделять Т-лимфоциты, а он начинает вот эксперименты по подсаде. Честно скажу, нас много критикуют за то, что мы недостаточно глубоко лезем в детали иммунологического механизма. Причина очень простая, мы очень нищие, нам каждый там несколько тысяч долларов играют некоторую роль, поэтому я запрещаю эксперименты, если я не понимаю, что они отвечают на один из следующих вопросов. Определить четче группы пациентов, на которые идти, определить четче, с какими методами лечения можно сочетать, определить четче сопутствующие параметры, которые можно мониторить, как суррогатные вещи, уменьшить себестоимость препарата или найти новое употребление препарата. Все. Значит, если не попадает что-то под одно из этих, пусть это идет не из моего кармана, а из карманового кармана. Спасибо. Вот у нас есть иммунологи. У нас иммунолог есть, я все же дам сначала, раз тут началась речь об иммунологии. Не надо, если он хочет. Потом пусть. Улья, извини. Мне понятно, как действуют на раковые клетки, механизм действия, но как действует он при хроническом воспалении, какой механизм, это осталось мне непонятно. Окей. Во-первых, нет уже. Мы изначально нашли это как, то есть называется, все они были предыставлены, да. И, как все это... Ну, вообще, надо сказать, что в 1943 году, когда открыли пенициллин, то после этого в конце 60-х не забыли найти, как он действует. С нитро-пенициллином прошло лет 70. Значит, у нас есть некая гипотеза, как он действует. В силу низкого уровня финансирования мы особо глубоко в это не уверены, потому что для практических целей это не важно. А гипотеза наша такая. Вот, когда ты вкалываешь плазмиду в мышцу, то какой-то небольшой процентик этой плазмии идет обязательно в костный мозг. Почему? Потому что костный мозг, как лимфоноид, это иммунологические органы, которые, в принципе, реагируют на попадание всяких дрянь в организм, вырабатывая кинами. В костном мозге сидят клетки, называемые макрофагами, и они бывают в так называемой М0-й статии, или могут идти в М1 или М2. М1 – это проинфлайма тоже. А М2 – это ангинфлайма. У нас есть сильное основание предполагать, не 100% доказанное, но очень сильно есть основание предполагать, что когда кидаешь плазмидную часть идет в костный мозг, а о том, что плазмидная частично идет в костный мозг, это известно, идет толкание, вот развитие макрофагов в М2 состоянии. И дальше из костного мозга эти М2 макрофаги, как любые другие, выходят в циркулирование по организму и циркулируют по организму. Когда они приходят в ту зону организма, где они видят хроническое воспаление, они делают то, что им и положено делать. Так как 1-м 2, они это воспаление дают. У нас есть большая часть экспериментов, которая нужна для того, чтобы считать эту гипотезу доказанной, однако пока это всего не гипотеза, а не строгое доказанное тело. Спасибо. Верно. Илья. Прогнозы относительно клинических испытаний в Америке цинично прост. Мы планируем поднять деньги, пока мы это не сделаем, сглупо дорисоваться. Как только мы поднимем деньги, и мы подадим в F9 наши данные по тому, что сделано в России, в Америке оно попадает под такую категорию, которая называется фаза 1-2а. И мы надеемся получить сразу разрешение на вторую фазу клинических исследований. Я думаю, что фокусироваться мы будем на раке молочной железы. При этом меня больше всего интересуют раки молочной железы с метастазами в костях, потому что это очень большая проблема. У нас вот эффекты и на то и на другое. Раки яичника, при том, что они метастазируют в кости, в отличие от молочной железы, очень хороший эффект мы увидели. Также мы, наверное, попробуем чуть-чуть какие-нибудь очень быстро текущие раки, просто потому, что там не надо долго ждать, чтобы увидеть статистически достоверный эффект, ну, например, панкреатические раки и некоторые формы рака живут. Мы надеемся начать вторую фазу Соединенных Штатов в течение более чем года. Точно, что этот процесс занимает не менее 9 месяцев. Не по каким-то юридическим табу, а вот просто как бы статистически переспи с 9 женщинами, и мы станем 6-7 месяцев. Спасибо. Да, вот там человек. Да, пожалуйста, пожалуйста. Нет, 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 я буду. Пожалуйста. Вот. Вы приняли пример в Саватре, которая... Которая уменьшила... Ну, теперь уже много собак. Как была первая. Я не хочу пример предъявить. После этого ее оперировали? Нет. И она жила дома. Живет до сих пор. Живет до сих пор. Нику и сейчас живее всех. Но что же делалось с метастазами у этой собак? Не возникло. То есть... Мы стали ей давать, мы стали ей давать до того, как начались метастазы. А можно ли сказать, что ваш культуарат ограничивает метастазирование? Конечно. Ну, в нашей статье, даже в самой первой статье, мы так и в бой стали, что мы думаем, что наш преподат да-таки ограничивают метастазию. Да, конечно. А более-таки в клинических исследованиях один из параметров, которые ты смотришь в возникновение новых метастазов. Спасибо. Я бы хотел вернуться к клиническим испытаниям. В Америке вы собираетесь только начать, а в России, по-моему, вы хотите продолжать, насколько я читал, вот статью, которая нам... Расскажите, пожалуйста, как методологически построено продолжение вашей работы в России, и будут ли результаты, дай бог, они были положительные, ну, использованные, зарегистрированы, учтены в Америке, в Сингапуре и так далее. То есть, юридически Евгений разрешает ретроспективно засчитывать результаты первой фазы и сразу должны продвижения во вторую. Чисто юридически Евгений не разрешает ретроспективно засчитывать вторую фазу. Поэтому, даже гипотетически в этом юридическом пространстве ты не можешь ретроспективно засчитывать. Возможно делать многоцентровое исследование с включением иностранных центров. Это так. Теперь, чисто юридически все достаточно прописано и тут нет никакого элемента творчества. Тут или дело по закону, или тебя посадят и правильно сделают. Соответственно, мы подадим в Минздраве запрос на вторую фазу биотернических исследований и будем делать. Кроме этого, мы будем делать сейчас много первых. В Америке мы идем только на то, где мы уже увидели эффект. В Америке мы идем только на то, где мы уже увидели эффект. Параллельно мы сейчас в России начинаем много других первых фаз, например, гриобластома. Один из лучших центров в мире по нейрохирургии, как ни странно, находится в Тюмени. Значит, москвичи уверены, что все лучшее в России всегда находится у них, а за пределами КАДа жизнь существует уже только в Европе, и в Америке. Но совершенно офигительный центр по нейрохирургии это Тюмень. Он, насколько я понимаю, в Евразии второй по оснащенности после Дубая, только в Дубае, кроме оснащенности ничего нет. А там еще очень хорошие врачи под руководством некого моего друга Альберта Суфьянова, который прошел замечание в Японии. И, соответственно, как интересно, они взяли, поставили высокораспущающие КАД-Скер на рельсы, заплатили много денег всяким компьютерным компаниям, чтобы соединить софтвер и выводить в сразу нефемиальное оружие в процессе операции на открытый экран то, что происходит сейчас в пациенте и очень для гриобластомы это играет большую роль, потому что у нее нету четких границ, там клетки очень расползучие. Соответственно, там мы будем делать первую фазу, используя наш препарат как постоперационный дювант, потому что вообще-то гриобластомы ты ожидаешь, что если мы ее прооперировали хорошо, то дальше в течение года она опять рванет. Вот, так же будут еще какие-то достаточно много первых фаз, а в Америку мы пойдем уже потом только с теми нозологиями, с которыми мы увидели хороший результат на людях в российской ситуации. И от этого ваш вопрос. Спасибо. У меня возник такой вопрос. что могло бы получиться, если бы такую вакцину ввели здоровому человеку, то есть какие побочные термы. Что вы предполагаете? И второй вопрос, может быть, я чего-то не поняла, все же как производится вот этот вакцин, который возник. Да, значит, смотрите, производство достаточно простая. Эти самые колечки ДНК суперспарализованные, они сидят внутри бактериальных клеток. Ты нарабатываешь эти бактериальные клетки таким специальным хитрым образом, чтобы мультимизировать количество этих колечек ДНК на клетку. Наработал, вот у тебя есть много клеток, которые сидят внутри самой на колечке ДНК. Осадиваются бактерии. Дальше неким многоэкратным образом разрушив клетку, ты выделяешь и отделяешь белковую фракцию, фракцию бактериального ДНК, РНК, эндотоксин, который в бактериях сидит и очень любит плазмидом липнуть. Если плохо очистишь, то получишь все удовольствия сразу. Идет технологический процесс достаточно не головокружительный и последовательно ты выделяешь продукт, который обладает частотой не меньше какой-то, уровнем тех или иных примесей не выше какого-то. Единственная хитрость, что это колечки, которые обладают так называемой суперспорализацией. Представьте себе, у вас мединовый охватик, вы взяли с двух концов и начали крутить. И оно скручивается, скручивается. Но лучше, чем Франк Абинецкий, на эту тему наверное, в мире вообще никто ничего сказать не может. Поэтому соответственно уровень суперспорализованной плазмиды тоже бытой ниже какой-то. Все соответственно когда ты выделил, ты сделал методы контроля качества, все заморозил при минус 80, оно может тебя бежать очень долго, потом перед употреблением разморозил. Это в том числе логического процесса. Ну как бы для любого выпускника технологического института процесс производства плазмиды утручающего негового кружителя. А соответственно что касается если вести здоровому человеку? Ну во-первых я думаю ничего. Во-вторых ну слушайте у нас было пока всего 27 человек на которых мы не увидели никакой токсичности. Если вы мне скажете слушай а есть ли эффект негативный какой-то ну например энергия возникает у каждого десятитысячного ты же не мог их увидеть на 20 тысяч людей? Ну скажем вы правы я вам покажу поэтому я думаю что идти надо сразу на таргетную группу целевую группу людей у которых уже есть обманывание а не как не превентивную поголовную вакцинацию больших групп населения потому что одно дело у человека есть острый недуг и тут всегда есть баланс между риском что у одного из каких-то многих возникнет неприятность по сравнению с тем что у каких-то процентов наоборот не было нет а другое дело когда ведешь на абсолютно здоровых людей у которых нет групп риска нет оснований ничего опасаться ты им это дело в правах тут будет возникать действительно вопрос что наверняка в любой большой популяции будет какой-то процент кто энергии выдаст на все что угодно спасибо у меня такой вопрос вы говорите о том что заканчивается метастазирование я не говорю о том что заканчивается я говорю что замедляется хорошо замечательно а вот на какой срок вы наблюдали это замедление не может ли так быть что сколько какое-то время смедляется затем опять начинается конечно так назовите какие-то сроки что вы можете сказать что вы видели а я пока смотрите ну мы видели там до нескольких месяцев до полугода но еще раз мы брали абсолютно обреченные случаи у которых уже вся иммунная система и прочая система поломаны химиотерапиями многочисленными которым ничего не помогает и по закону когда это делается первую фазу мы можем использовать в сочетании вместе с другими препаратами сейчас когда мы пойдем во вторую фазу мы будем использовать в сочетании вместе с другими препаратами никаких прогнозов и предсказаний я давать не могу я не гадал не касался будут результаты но количество надо больше спасибо спасибо господа я вам скажу что когда мы выбирали заголовок то мы немножко скорректировали название предложенное автором докладчиком и убрали пару слов о том что это середина процесса программа рассчитана до 2020 года предстоит еще очень много работы вот спасибо нам докладчик согласился изложить свою концепцию во-первых огромное спасибо за прекрасный доклад очень содержательный насколько я могу понять вы являетесь работниками переднего фронта этих исследований а возникает вопрос при получении авторских свидетельств или там по решению юридических вопросов вам дается отзыв какой кто эти специалисты которые наголову выше исполнителей должны быть чтобы они принимали вот такие судьбоносные решения о правлении этих исследований как это делается вообще спасибо да есть три ситуации когда тебя оценивают одна когда ты подаешься патент ничего они не надо никого больше это обычные люди неумерен и глупей любых других иногда они тебе там ставят палки в колеса к счастью система например в США позволяет тебе обратиться к независимым экспертам и попросить им дать своё мнение и прислать в качестве спора в патент агентство никакие они все там не небожители обычные нормальные значит второе где тебе нужно получить разрешение это для клинических исследований в России это Минздрав в Америке это МДА в Европе это ИМА опять же никаких небожителей там нет самые обычные люди их интересуют четыре аспекта первое достаточно ли ты показал на ведущих моделях основания что будет ожидаться эффект второе достаточно ли ты показал что нет риска токсичности третье клинический протокол достаточно ли ты спланировал свою работу дальнейшую так что если будет то оно будет убедительно надо сказать что везде где я встречался с регуляторными агентствами в России и США там сидят люди достаточно умные достаточно доброжелательные никогда не надо с ними спорить надо пытаться идти навстречу дальше где у тебя возникают у ревьюера это когда ты подаешь статью боже упаси никакие мнения божители это опять же нормальные обычные профессора ну и дальше как обычно раскладка по человечеству кто-то злобный кто-то доброжелательный кто-то предложит разумную критику кто-то гадостную просто чтобы тебя не пропустить чтобы ты не мешал самая омерзительная это система с грантами она выразилась в свою полную противоположность она возникла как реакция сбежавших в Америку из Европы в основном немецких евреев на первый советский спутник она была очень прогрессивна сейчас она превратилась в свою полную противоположность там полный тройболизм получишь гранты если ты вне тусовки встала почти невозможно вот там это единственное где ты можешь ожидать что ревьюеры будут тебе реально серьезно уведеть но опять же туда тоже не берут никаких гений берут обычных средних профессионов среди них могут быть сверхзлистательные люди и сверхдопрожелательные а может быть полная серятина все более не менее совпадает со статистикой по человечеству в целом спасибо все таки скажите пожалуйста вот препарат неленоген кстати часть моей жены да да передайте большое привет спасибо за этот препарат я приду скажу с приветом не она нас привет в одном из привет значит вопрос вот такой скажите пожалуйста вот препарат неленоген он лечит больного освобождает от раковых клеток думаю что нет думаете что нет я понимаю что инсулин вечет нет не вечет а делается хроническим chronic manageable disease я не думаю что наш препарат будет когда-либо лечить рак и по-моему ненужная задача задача как с инсулином чтобы человек в десятки лет изменял жены подсихивал начальство уклонялся от налогов жил полноценной жизнью а дальше умер от чего-нибудь другого понятно скажите пожалуйста а почему вы называете свой препарат вакцин потому что вот вакцина она вводится здоровому человеку да хорошо это очень хороший вопрос но нет однозначного ответа значит когда я был студентом аспирантом да слово вакцина имело несколько другой очень четкий хороший смысл вакцина это был вакцина это был некий комплекс вводимый человеку содержащий антиген против которого вырабатывался адаптивный иммун азин и это хорошее четко правильное определение вакцины к сожалению в конце 90-х начальных тысячах иммунологии поперлывают полно мегулярных биологов которые при этом на языке иммунологии говорили сильным мегулярным биологическим акцентом и употребляя ряд терминов метафорических поэтому очень часто сейчас когда вводят ДНК и РНК что-то там кодирующее при том что даже это может быть не вакцина при том что оно даже может не содержать антиген как таковой а содержать что-то стимулирующее иммунитет да например 12 который сам антиген не является а усиливает ответ на другие антигены стали употреблять слово далека вакцина поэтому в классическом понимании слова вакцина как оно было раньше это было бы неправильно использовать это слово но так к сожалению сейчас стали использовать слово вакцина более расширенно менее четко используя в принципе это слово для герпных векторов которые прогибают агерпостимулирующий иммунитет то как ДНК терапевтический то было легче отдаться этому поведению чем пытаться с ним бороться спасибо я думаю вопрос почти исчерпан у меня один вопрос если можно вы выбрали П-62 логический из логических соображений вы не исключаете ли другие какие-то гены которые могли бы быть даже может быть лучше конечно не исключаю спасибо понимаете с одной стороны я не исключаю потому что у меня первые там 25 лет своей карьеры работал в лаборатории и думал что я слишком умный а вот сейчас когда на пузе по битому стеклу прополз от лаборатории до человека я понимаю что все чем занимаются люди в лаборатории это какой малюсенький кусочек может быть 5% большого пути что у меня энтузиазм сменился с хорошностью и есть идея взяться и попробовать еще на что-то ну да есть а дальше подумаешь ну хорошо получилось это у тебя получится в лаборатории на мышах а что ты дальше будешь с этим думать это многомиллионный многолетний путь поэтому тут мы решили сфокусироваться и доделать что-то чем распориться и не сделать ничего спасибо так господа на этом мы вопрос закончим есть желающие выступить в общем-то ответов на вопрос было столько много что я думаю почти все было что надо было получить сказано на мой взгляд чрезвычайно интересно что мы с вами окунулись на самый передний край подошли как бы переднему краю развития биологической науки лечения рака это было чрезвычайно услышать из первых рук не прочитав просто услышать большое спасибо вам за доклад за ваше выступление мы надеемся что у нас с вами будет дальнейшим контакт который позволит узнавать подобного рода новости в том числе в вашей работе то есть развитие ваших результатов спасибо большое так у нас есть порядок если вы желаете два слова заключить я уже сказал сколько слов по-моему не было много слов спасибо